Сейчас мимо нас едет 20-й автобус. Это Яндекс.Карты. Детище программистов. К слову, взять электронный талончик в больницу или заказать доставку еды на дом – та же история. Сотни алгоритмов создают IT-специалисты. Сегодня самые востребованные люди. Кстати, лучшие приехали в Алтыгу. Это студенты Сибири и Дальнего Востока. Все они участники чемпионата мира по программированию. Сейчас начнется борьба за выход в финал. Чтобы представить Россию, затем обыграть американцев или австралийцев, сюда приехали команды из Якутска, Новосибирска и Владивостока. Спрашивают, долго готовились? Честно. Красиво. Честно, красиво. Всю жизнь. Пример задачи 1-й четвертый. У нас есть рюкзак определенного размера, то есть какой-то объем хранится. И у нас есть предметы разных объемов и разной стоимости. Но задача заключается в том, что предметы нельзя делить. Задача сводится к тому, что мы хотим собрать рюкзак, так, чтобы все предметы поместились, но при этом рюкзак имел максимальную стоимость. 12 задач и 5 часов на их решение. Конкурс в одно время стартует в Барнауле, Минске, Санкт-Петербурге, Ереване и Алматы. За правильный ответ команды могут легко получить штрафные баллы. Здесь важен не только алгоритм, а еще чистота и скорость его решения. Ну, представьте, если у вас летит самолет и будет сбой системы навигации, наверное, это кончится плохо. Поэтому, даже если это просто банковская система, если вместо того, чтобы у вас взять деньги, вам ликвидировать счет, это тоже очень плохо. Есть шансы на победу? Нет. Я думаю, что нет. Команды технического университета в финале были шесть раз. В 2006 году барнаульцы поехали в США и привезли золото, а в 2009 серебро из Швеции. Тогда мальчишки уступили первое место Санкт-Петербургу и второе Китаю. Мы вообще одни из лучших. В этом мире с нами соревнуются, давайте так, будем честны. Потому что в России одни из лучших программистов в мире. Это бесспорный факт, который признается всеми везде. Все лучшие школьники, которые готовятся со школы, реально тренируются, да, они поедут куда? В Питер, Москву. Судя по информации глобальной сети, команды Санкт-Петербурга побеждают с 2000 года. Главными конкурентами тогда были Китай и Польша. Но уже с 2012-го российские вузы соревнуются между собой. Чаще это представители двух столиц, Питера и Москвы, но не Сибирь. И причин несколько. Нехватка крутых педагогов в школах, а еще финансирование. Деньги нужны, чтобы услышать лекции выдающихся профессоров или хотя бы попасть на соревнования. В Барнаул должны были приехать 50 команд, а смогли только 30. Но чемпионат мира для программистов важен, как и для футболистов или хоккеистов. И такой шанс студенты не готовы выпускать. Поэтому парни из Барнаула вновь будут бороться до конца. Анастасия Наборщикова и Дмитрий Денисов. День с толком.